всем привет и мы сейчас находимся в османном сути где ближе время будет процесс надо вадимом дергачёвым не получится здесь сейчас у нас газели снаружи никаких попыток это не получилось посмотрите пожалуйста что вы меня слышите ведьми не должны то что в конце конечно дайте я и говорю документами правда там ни одного стола там один стамейки у нас как бы то что оглашение Ну, я встаю, когда будут оглашения. Я успею, может быть, до этого. Мне надо и документы подписать и достать по Теркачу. Вы не можете сделать на первом положении еще один вопрос. Ну, ну что, я по своему суду буду бегать. Неужели вам держится самое? Жалко, что адвокат поработать, как видите. Вот, если кто не узнал суть перепалки, вопрос был в том, может ли для этого, у кого посидеть, вообще до того, как начнется сам процесс. Ну и, собственно, ей такое право все-таки предоставили. Окей. Я являюсь представителем пресса и на следующий минуте будет проводиваться. Ну, вот пригласим, когда свидание начнется. Ой, ну что, нельзя здесь сидеть? Нет, нельзя. На основании чего? Это потому, что это зал судебного свидания, где проводится судебное свидание. Настоящий момент? Они просто здесь сидят. Настоящий момент? Да, здесь вот именно, что кроме как судебного свидания, здесь вообще народ, по идее, не должно быть. Да, здесь не так просто. Ох. Офи перья, господа. Технически, конечно, все страшаются, что ложные, но... Самого Дергачева здесь пока нет, а вообще технически здесь просто есть такое неприятное. постановление московских судов, которое реально запрещает съемку, где только можно. Вообще, как правило, да, здесь судей нельзя снимать только заседание. А, к сожалению, здесь снимать нельзя вообще. Как-то так. Ждем в этом. Что употреблять я этим не буду. Сами понимаете. Вот. Собственно, расскажу предысторию. Если кто-то не в курсе, то Вадим Дергачев был задержан в субботу на акции окупать следственный комитет за отказ от тротуара. Не совсем скрытая камера, фактически аудиотрансляция. Мой телефон все видят, но я так же вижу, что я съемку с него не веду. Так вот. Вадим Дергачев был задержан в 30 на акции окупать следственный комитет за отказ от тротуара. И вчера был процесс в прошлом течении народа. Это, к сожалению, не попал в то, что я просто буду в очередной пресс-депрессии выходной. Вот. И, собственно, Вадиму тогда дали 10 суток. Это в два раза больше, чем в прошлый раз. Мы видим, потому что у нас проверялись за девиз по 19.3. Вроде как без 20.2 обошлось. Хотя 20.2 у нас должна была быть по старому, то есть по новому этим, по новому штрафу. Так или иначе, сейчас сегодня у нас в институте Вадима просудил мировой судья. А сейчас у нас в Басманном суде. Судья Будр. Наталья... Как ее? Наталья? Наталья Николаевна. Наталья Николаевна. Подозрение, что он та же судья, которая присуждала у Духанина на домашний арест. По крайней мере, зал судебного заседания точно тот же. Вот. Мне разрешено ввести аудиозаписи, в принципе, говорить в коридоре. Но мне не разрешено говорить за суда во время заседания. Хотя раз у меня уже удалили с предыдущего прогресса с Дергачевым. С Дергачевым? Да. Вообще, на самом деле, эргеморцы удалили зал у суда, например, как Дергачеву сдержали. В Астрахане меня удаляли пару раз. Я помню, как меня чуть не удалили издал у суда за то, что я передал шею нут. Ну да. Потому что шея настолько... А есть. Я не знаю, есть это понятие рецидив. По факту, например, в Астрахане это было так. За флешмоб похорон Астраханского телевидения двум активистам дали по трое суток. А Даша Глазких, которая из Нижнего Новгорода, ей дали пять суток по той причине, что она у нас... По той причине, что Даша из Нижнего Новгорода, если надеется, девизка по 19.3. Ну, если не третий. Да тут нет, на тот момент просто не помню, второй или третий раз Даша сидела по 19.3. Я помню, про нее была хорошая статья, как она сидела. Вот. То есть, Вадик у нас все это же второй раз. Между прочим, я несколько более крут, мне здесь суток дали с первого раза. Причем, что это было не особо необходимо, если у тебя что вентили меня 1 марта, а здесь пять суток, по идее, истекали бы шестого. То есть, я бы все успешно пропустил, но... Ребята, если я куда-нибудь направлю камеру, это будет уже квалифицироваться как съемка, и кончится это плохо. Ну, учитывая, что сейчас на меня никто не смотрит. Кто это смотрит? Ну, вот как-то так. Чаще этого делать не буду. Да, в том, что каждый долбанный пристав вполне в состоянии неоднократности, не суть. Главное, что выдается более крупная... Ой. Креть записка судей передается. Зачем? Выли все в зал суда. Судит, там пока нет. Дударь Наталья Николаевна, конечно, подписалась иллюстрацию по делу Духанины, но тут, так сказать, контрольный. А Волк вот это еще? Ну, мне как-то не успел в Москве. Я первым искажен журналист, поэтому в Москве меня очень редко что-то. Единственное, раз объяснить мне там писал. А оба раза, когда я на акциях сидел без пресс-карты, на окупая Кремль или на пикетах за шею, наставил, когда вот стояли в день, когда суд вынес решение. Вот там как-то обошлось. Оба раза. А журналисты? Журналисты не имеют права, грубо говоря. Не, не про это журналисты. Не, не про это журналисты. Вот мой район, Санкт-Петербурга, нам эти пресс-карты выдали в Астрове за отличную, так сказать, тамошнюю работу. Мы работали с одной журналисткой из этого издания, очень приятной дамой. Вот, в принципе, с тех пор мы с ними работаем с Ромой. В принципе, это издание хорошее, она пресс-картует наблюдать всем журналистам и всем вообще. Вот. Ладно, ребят, здесь будет что-то интересное, я обязательно включусь. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok